Дорогие друзья, дорогие Хаварим, где бы вы ни были, Одесса, Украина, Европа, Америка, места, где бы вас не разбросала эта ситуация, которая произошла с 24 февраля, можем мы вам сказать из Одессы, поздравляем. Наступление 5783 года. Я знаю, что удивительно, время бежит, что-то не происходит, но я верю, очень верю, что этот год, который наступает, это победоносный год. Не зря Писание говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. И когда мы будем трубить шофар, мы вызывать будем Богу, кричай к Нему, воплем нашего сердца и говори, Господь Ишуа, нам нужна Твоя победа. Он говорит, приходи, сделай, измени нас, потому что даже в Откровении Иоанна говорит, и невеста, и дух говорит, приди. И мы говорим, приди, Господи. Мы трубим в трубы, возвещая о этом празднике, празднике Господнем, а во втором возвращении, в ожидании. И сейчас мы в этом году будем также ожидать победу, милость, благодать и благоволение Божие к нашей стране, многонациональной стране. Наши евреи, которые уехали в Ариц Израиль, если не уехали, не остались здесь, то поддерживают борьбу против зла. Имеется в виду, мы боремся против того, какая агрессия прошла в Украине. И я хочу сказать, этот праздник, который мы трубим в трубы, это праздник, наш праздник. Говорим важные вещи и молимся к тому, кто может изменить ситуацию. Этот год – ожидание. Не просто сидеть и ждать, а молиться, взывать, делать добро, менять этот мир. В этом году, в 1783 году, мы ожидаем, что Бог сделает чудо. И я зачитаю его местописание, которое всем известно. Раф Шаул в послании к Харинской общине пишет, первое послание, «Но также скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, и вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано, поглощена смерть победою». «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И мы говорим, тот ад, который навалился или открылся со стороны Востока в Украине, где твоя победа? Победа не твоя, а Господа. И ад будет побежден. Побежден нашей смелостью, нашим дерзновением, нашей молитвой, нашим упованием. И Господь дарует нам победу, как Он давал Израилю во всей его жизни. Пускай Бог благословит вас, где бы вы ни были. И еще раз скажем. Нашаната вам инатука.